Приветусы, Амигос и все те, кто не подписан. Я решил провести небольшой тест, дабы узнать, к какому количеству игроков на самом деле в глубине души уже надоели игры про танки. Дело в том, что не каждый может сам себе в этом признаться, продолжает как биоробот играть катку за каткой, придя домой с работы или учебы, несмотря на то, что игра давно уже не приносит ни радость, ни удовольствие, а только портит нервы. Очень много людей становится заложниками танковых игр, как и любых других ММОшек, будь то Lineage или какая-нибудь Contra. Дело в том, что эти игры невозможно пройти, они не имеют конечной цели, которую можно достигнуть и пойти играть во что-то другое. Поэтому эти игры, они, знаете, как азартные, затягивают и человек становится просто их заложником. Ну так вот, в принципе, вам не понадобится, скорее всего, листочек и карандаш, дабы записывать свои ответы. Я постараюсь не оперировать сильно большими цифрами, для того, чтобы их можно было просто запомнить, да и вопросов, в общем-то, будет не так много. Итак, вопрос первый. Играя в танки, включаете ли вы свою музыку? Если да, то насколько громко? Либо музыка звучит у вас с фоном вместо музыки игры, либо она заглушает у вас все, кроме выстрела, в том числе сигнал об обнаружении врага, информацию о попаданиях и так далее и тому подобное. Само по себе включение музыки является пренебрежением атмосферы игры и попыткой сделать игру веселее. Итак, если вы не включаете свою музыку, вы получаете 0 баллов. Если включаете, но вместо музыки игры так, чтобы все остальные эффекты игры было слышно, вы получаете единицу. Если же вы включаете музыку на полную, пренебрегая всем, кроме звуков выстрела, а то зачастую ими, вы получаете 3 балла. Вопрос второй. Сворачиваете ли вы окно игры и в какие именно моменты? Очень много игроков сворачивают окно во время 30-секундного отсчета перед боем. Разработчики игр про танки считают, что во время этого отсчета игроки должны анализировать составы команд, прикидывать, куда они поедут. Но большинство игроков сворачивает окно игры, идут читать сообщения ВКонтакте, писать сообщения ВКонтакте, смотреть Ютуб, читать новости, ну или заниматься чем-то другим. А куда они поедут, либо они знают заранее, потому что уже 200 раз играли на этой карте, либо принимают решение, бегло взглянув на миникарту. Спустя несколько секунд после окончания отсчета. А некоторые игроки сворачивают игру прямо в бою, когда идет позиционная война. Когда все камни заняты, и света нету, и ты стоишь, и ждешь. И почему бы не свернуться, черкануть какое-нибудь сообщение, продемонстрировав полное презрение к этому бою и безразличность к его исходу. Итак, если вы не сворачиваете окно, вы получаете 0 баллов. Если вы сворачиваете окно во время 30-секундного отсчета, вы получаете 1 балл. Если вы сворачиваете окно во время боя, вы получаете 5 баллов. Вопрос третий. Совмещаете ли вы игру в танки с каким-нибудь другим занятием, типа прослушивание аудиокниги, либо просмотр какого-нибудь фильма по телевизору или по второму монитору, прослушивание каких-нибудь лекций или видосов с ютуба. Если вы этого не делаете, вы, как обычно, получаете 0. Если вы включаете какое-то аудиосопровождение, будь то лекции, видосы и так далее, во время фарма или прокачивания какого-нибудь надоевшего танка, это, в принципе, не очень страшно. Вы получаете 2 балла. Ну а если вы пытаетесь выбрать между двумя занятиями, пофармить в танках или посмотреть кино, и в итоге делаете и то, и другое, и в итоге вы и не играете нормально, и кино нормально не смотрите, вы получаете 5. Многие, скорее всего, прослушивают этот тест, одновременно играя в танки, не забудьте, что за это вы получаете 2. Многие игроки, играя в танки, избирают тактику постоянного давления фланга, то есть они не стоят, не ждут, когда им посветят, чтобы они постреляли из-за кустов, они не стоят за имбо-камнем и не ждут, когда кто-то приедет к ним. Они доезжают на позицию, видят, что врага еще нет и продолжают ехать дальше, практически не избавляя скорость. Это является верным признаком отсутствия терпения для позиционной игры. Вы стремитесь как можно быстрее перейти к фазе открытого столкновения с вашим неприятелем, вследствие чего регулярно вас сливают. При ответе на этот вопрос либо припомните свои 5 последних боев, либо прикиньте в среднем, насколько часто вы едете светить на танке для своей команды, не дожидаясь светляка. Предпочитаете ли вы слиться вместо того, чтобы стоять за камнем 10 минут, ведя вялую перестрелку. В общем, если в 5 боях из 5 вы способны простоять минут 10 за камнем, то вы получаете 0. Ну, естественно, при этом вы не смотрите кино по соседнему телевизору. Если вы иногда срываетесь в атаку, потому что стоять и ждать надоело, вы получаете 2. Если вы так делаете регулярно, вы получаете 3. Если постоянно в каждом бою, вы получаете 5. Ну, а если для того, чтобы выстоять в кустах, вы ищете себе какое-то сопутствующее занятие, как я уже сказал, будь то просмотр какого-нибудь сериала или что-то вроде того, вы получаете 4. Далее. Многим игрокам свойственно отделить игровые карты на те, которые им нравятся и те, которые им не нравятся, зачастую вне зависимости от того, подходит ли эта карта для их техники. Вопрос заключается в том, сколько из имеющихся в игре карт вам не по душе. Не просто карта нравится или не нравится, и если она не нравится, то вы в принципе можете на ней играть, а просто вы люто ее недолюбливаете. Если это всего лишь несколько карт, 1, 2 или 3, если в игре карт совсем уж много, ну прикиньте сами, то вы получаете 0. Если вы недолюбливаете примерно четверть карт игровых, вам не нравится то, что геймплей там вялый какой-то, или вы не можете там нормально дамаг набить, вы получаете 2. Если это треть игровых карт не соответствует вашим критериям, вы получаете 3. Ну а если вы ненавидите каждую вторую карту и вам пофигу, сольетесь вы или нет, а попав на эту карту несколько раз подряд у вас возникает стойкое желание выйти из игры, вы получаете 5. Следующий вопрос касается игры во взводе. Если вы не играете во взводе, это 0. Если вы играете во взводе из-за каких-то акций, это 0. Если вы играете во взводе ради тактического геймплея и в РК, вы исключительно либо в чате координируете свои действия, это 0. Ну или если вы готовы признаться, что играете во взводе, потому что одному скучно, это сразу 2. Ну а если вы в РК или в чате постоянно трещите и заходите в бои во взвода только ради того, чтобы потрещать вообще на абсолютно любые темы, это, пожалуй, 4. Следующий вопрос. В разговорах с вашими совзводниками, социальянсниками, либо просто с друзьями, как часто обсуждение игры переходит на ее критику, на высказывание какого-либо своего недовольства? Здесь вы можете произвольно оценить это по 5 байны, либо вы иногда что-то друг другу высказываете, либо вы только делаете, что часами поливаете говном игру, какие-то танки, какие-то карты сокомандников, разработчиков, патчи и так далее и тому подобное. Далее раздражительность. Оцените, в скольких случаях из 5 во всех своих неудачах вы вините команду. Даже если вы поехали и в тупую слились, то только потому, что вам не светили, вас не прикрывали, вообще все поехали не туда, куда вам было нужно. В общем, все козлы, а вы д'Артаньян. Баллы за этот вопрос тоже носят абстрактный характер. Если вы вините свою команду редко или никогда, то это скорее всего ноль. Ну а если вы постоянно играете в команде, состоящей из каких-то безголовых гомунклов, стада баранов, и вы постоянно выражаете в чате свое недовольство, в том числе с матом у вас регулярно забанен чат, то это 5. Вопрос девятый. Оцените по пятибалльной шкале следующее утверждение. Прокачав какую-нибудь ветку до топового танка, вы перестаете играть на этом самом топовом танке, как и перестаете играть на танках, которые вы уже прокачали до этого, вы бросаетесь качать новую ветку. У вас есть навязчивое желание прокачать вообще все танки игры, чтобы иметь их в своем ангаре. И вне зависимости от того, нагибает эта техника или нет, вам интересен сам процесс развития и прокачивания. А отнюдь не геймплей. На этом тест закончен, пришло время подсчитать и взвесить ваши грехи. Если вы набрали от 0 до 10, значит игры про танки вам ни разу не надоели, либо вы играете в них недавно, либо вам очень-очень нравится. Возможно, вы были танкистом в армии, либо каким-то таким военным, что вам близка вся эта тематика. Возможно, вы просто поехавший на танки, вы собираете модельки танков, вы читаете энциклопедии про танки, вы смотрите документальные фильмы про танки, несмотря на то, что никакой реальной пользы вам все эти знания в жизни не приносят. И играть вы хотите только лишь в танки, ну или вы просто вододел. Если вы набрали от 10 до 20, то вы, в общем-то, танками уже немножко поднаелись, но альтернативных игр для себя вы не видите. Дота вам неинтересна, для Майнкрафта вы слишком взрослый и недостаточно отбитый. Контер-страйк для вас слишком примитивный, батла для вас слишком быстрая и так далее и тому подобное. Если вы набрали от 20 до 30 баллов, то, скорее всего, вы переиграли уже во все танковые проекты, ну или в большинство из них, и нигде не можете найти себе место. Играйте то в одни танки, то в другие. Нету для вас такой игры, которая бы соответствовала всем вашим критериям, потому что в глубине души сама тематика танков вам поднадоела. Но, к сожалению, ни во что другое вы играть не хотите, не умеете, да и вообще времени и денег слишком много на танки потрачены, так что вы остаетесь в танках, хотя уже и не испытываете особого желания в них играть. Если вы набрали от 30 до 40 баллов, значит танки вам надоели просто в край. И если только вы не играете при этом во что-то другое и даже не пытаетесь играть в это, значит вы просто натуральный танковый наркоман. Одному богу известно, какого хрена вы до сих пор продолжаете играть в эти танки, если они настолько вам не нравятся и настолько вам надоели. Вам скучен геймплей, вы пытаетесь сами себя развлекать, так как игра с развлечением уже не справляется. Вы приходите в танки как на работу, цели у вас нет. Скорее всего вы уже впали в одну из двух крайностей. Либо вы играете пьяный, под пиво, играете на абсолютно отъебесь. Либо вы стали уже законченным статистом и болезненно воспринимаете не только каждое свое поражение, но и каждое свое промах, бьете мышку об стол при каждом попадании без эффекта, при попадании по гусеницам без дамага и так далее и тому подобное. Скорее всего вы уже давно забыли, что существуют в мире игры, которые можно пройти и в которых есть интересный сюжет, интересный геймплей и так далее. А вы танковый задрот, самый настоящий. Но если вы каким-то чудом набрали больше 40 баллов, значит вы просто ненавидите танки и играете в них для того, чтобы все их уничтожить и не бросите танки до того, пока башня последнего из них не взлетит в небо после вашего выстрела, после чего скорее всего вы покончите с собой, потому что цель вашей жизни будет потеряна. На этом в общем-то все. Пишите свои результаты в комментах, пишите насколько тест объективен, насколько результаты совпали с действительностью по вашему мнению, кидайте тест своим друзьям, оценивайте насколько они дали объективный ответ, короче чего-нибудь жмите, чего-нибудь пишите и все такое.